Праздник и память святого пророка Божия Ильи Это особо чтимый пророк Ветхого Завета Его еще называют девственником Ветхого Завета Он был особенным, так как, во-первых, начнем с того, что родился он в Вевсии Галаадской Это было, когда уже существовали два царства Не было уже единого царства, были только израильское и иудейское царства И пророком Господь его избрал еще с самого раннего детства И он жил при царе Ахаве, израильском царе, у которой была жена Иезивииль Которая была язычницей И в это время весь народ израильский также был непосредственно в идолопоклонстве И, как мы знаем, с Ветхого Завета пророки Это были те люди, через которые Господь благовествовал о том, чтобы люди покаялись И тогда, правда, все те бедствия, на которых, то есть на людей эти бедствия были Именно если люди каялись в этом, особенно царь каялся, если в этом То, конечно же, эти бедствия прекращались по воле милости и любви Божией И вот в это время, конечно же, жил пророк Божий Илья Что можно сказать про этого такого интересного пророка и человека Начнем с самого главного Когда именно народ ушел в идолопоклонство посредством жены царя Ахава То тогда пророк Божий, придя к царю, стал его обличать в этом Что он ушел сам в идолопоклонство Идолопоклонство было посвящено идолу Ваалу И поэтому люди, поклоняясь ему, отошли настолько от Господа Бога Что, конечно же, уже не оставалось сомнений, что нужен пророк Который сможет вернуть людей в лоны Бога, истинного Бога И случилось следующее, что его не послушали Что царь тоже отверг все послания пророка, который не спасал ему сам Бога И пророк Божий сказал царю, что если они не покаются То до этого всего момента не будет ни воды, ни росы ранней на земле И на самом деле так произошло И случилось то, что замкнулись небеса, как написано в Ветхом Завете И три года была страшнейшая засуха Люди страдали, очень сильно страдали Сам же пророк Божий Илья был отправлен Господом Богом В устье одной из рек и устье реки Хариф, где он там пребывал Потому что и Изавииль, жена царя, она хотела погубить самого пророка Божия Илью И поэтому Господь сохранил пророка Конечно же, Господь хотел, уже не спасла тем дождь, хотел пожалеть своих людей Своё богоизбранное стадо, будем так это называть И тем самым, но он не стал этого делать, так как был заключен завет между Ильей и Богом И тем самым он ждал до того момента, когда царь и народ покаются А мы помним, что царь это и есть голос народа Царь это и есть лицо народа И тем самым, когда все-таки пришло время То, конечно же, пророк Илья приходит обратно к царю Ахаву И, конечно же, люди покаялись Покаялся сам царь Ахав И чтобы доказать, что молитва к истинному Богу верна И на самом деле право, то пророк Илья делал следующим образом На горе Кармил, где собрался весь Израиль Где собрались все люди, собрались и сами служители культа Ваала И пришел сам пророк Илья И было такое состязание Что у кого по его молитвам возжжется с неба жертвенник Тот и есть истинный проповедователь Тот и есть истинный последователь Бога И, конечно же, сколько ни пытались Последователи культа Ваала Целый день они пытались возжечь Вот этот вот жертвенник свой, который они воздвигли Но ничего у них не получалось Вечером же, когда пришло время Святака Пророка Божьей Ильи То, конечно, по средствам его молитв Горячих молитв Но прежде чем начать свои молитвы Был приготовлен вот этот вот Жертвенник из 12 камней Как 12 колен Израилевых И наполнили Еще был вырод ров И наполнили его водой И посредством горячих молитв Самого Пророка Божия Ильи Неспослался огонь с неба И вожжег не только дрова сырые И саму жертву Но и попалил и камни И ту воду, которая находилась Вокруг этого жертвенника И, конечно же, было понятно Что Пророк Илья Пророк Божий Илья Есть истинный Пророк Который Именно исповедовал Истинного Бога На что израильтяне, конечно же Еще более покаялись в этом И воскликнули Что Господь Единый Что Господь Есть истинный Бог И потом, после этого момента Конечно же, умертвили Вот этих вот последствий Культа Ваала Но, конечно же, жена Царя Израильского Не успокоилась на этом И поэтому По повелению Божию Илье пришлось Покинуть Израильское царство И пойти сорок дней, сорок ночей Где он пребывал В горе Хариф То есть в Иудее Он пребывал И там он пребывал Несколько Вот в этой горе В этой пещере Горы Хариф Он пребывал Харав То есть, простите Он пребывал Несколько дней И где после землетрясения И великого грома По дуновению ветра Он понял, что Господь пребывает с ним И тем самым Он желал себе уже смерти Но Господь Ему не спасал Великую милость И он был взят На небо Живым человеком На огненной колеснице Запряженная конями И это свидетельство Подтверждается Одним из его учеников И также он помазал На пророчество Святого пророка Елисея И когда вознесся Пророк Божий Илья на небо То мы с вами Можем видеть то, что С него спал Плащ И покрыл Пророка Елисея Его ученика И в два раза больше Он получил Той благодати И всего того Необходимого Всей той Божьей милости Которая нужна была ему Для его великого дела В своей жизни Пророк Божий Илья Совершил очень много чудес Одно из них Это было Когда он пришел В Сарепту Сидонскую И где он Попросил Сарептскую вдовицу Сделать ему И приготовить ему Опресноке То есть пресную лепешку Из последнего муки И масла Которые были у нее И без сомнения Вдовица Которая так уже Ждала своей кончины Когда была засуха Все равно Она сделала По повелению Пророка И дала ему Его горячими молитвами Мука и масла Не иссякались До сего То есть до того момента Когда наконец-то Ниспослался дождь На эту землю И еще одно великое чудо Которое совершил Пророк Илья Это конечно же Когда он Воскресил Сына Этой Сарептской Вдовицы И вот мы с вами Можем заключить Следующее О том что Пророк Илья Является Громяверсом И так же Ему молятся О том Чтобы Господь Ниспослал нам С вами дождь Поэтому всегда Мы молимся Особенно Если особо Жаркое лето Или засуха Которая погубляет Нашу с вами Землю И плоды Мы молимся Пророку Божию Чтобы он Молитыми Его Великим пророческим Молитвы Престола Божия Славы Господь Ниспослал Нам Дождь Поэтому Это очень важно Это важная дата И это важный Пророк Который Которому мы молимся О даровании Дождя Принятие христианства Принятие христианства В 10 веке Определило ход истории Нашего Отечества Благодаря личной воле Равноапостольного Князя Владимира Началась Новая Славная история Руси Уже как Православного Государства С крещением земли Русской Связана Очень глубокая перемена Изменение Можно сказать Всего мышления Всего сознания Всего поведения Русского народа По сути дела Русский народ Родился тогда Когда Произошло Крещение Киевлян В водах Днепра До этого Были отдельные Племена Восточнославянские Поляне Северяне Кривичи Родимичи И другие Восточнославянские Племена А после этого Уже Формируется Единый Народ Русский В день празднования Крещения Руси По случаю Престольного Торжества Митрополит Иосиф Посетил храм Святого Благоверного Князя Владимира В 80-х годах Прошлого века Здесь был Заброшенный Пустырь На тот момент На все Заволжье Не было Ни одного Места Где можно Было бы Помолиться Соборно В 1990 году Когда государство Уже отметило Тысячелетие Крещения Руси Здесь было решено Возвести храм В честь Святого Благоверного Князя Владимира Уже в 1991 году В этом храме Начались Богослужения Сегодня он Очень востребован Жителями Заволжье Его убранство Росписи Как бы погружают В атмосферу Древней Руси За божественной Литургией Владыки Метрополиту Сослужили Секретарь Симбирской Епархии Иромонах Тихон Тихомиров Настоятель храма Протеерея Сергей Кичегин Клирики Симбирской Епархии Некоторые Из них В этот особый Праздничный День Были удостоены Патриарших И архиерейских Богослужебных Наград Затем В честь Престольного Праздника С иконой Святого Благоверного Князя Владимира Был совершен Крестный Ход Завершилось Богослужение Молитвенным Обращением К святому Благоверному Князю Перед его Образом Избранные Бога Прославленные Равноапостольные Княжи Владимира Из Зловерия Нечести И языческого Атринов Во единого Истинного Да и посластного Богу Веровал Иси И восприим Святое Крещение Всю страну Русскую Светом Божественной Веры И благочестия Просвятил Поздравляя Всех С Днем Крещения Руси Владыка Митрополит Напомнил О предпосылках Этого Исторического События И о том Что дало Принятие Православия Нашей стране И нашему Народу Прежде всего Это деяние Включило Нас Наше Отечество Наш народ В сообщество Византийской Цивилизации С принятием Крещения Ведь мы Приняли И культуру И книжность И те Науки Которые Развивались В греческой Земле Наследницей Которых Стала Византия Мы приняли Истинное Вероучение Храм святого Князя Владимира Жители Верхней Террасы Заволжья Считают Местом Своего Духовного Возрождения В 90-е Когда этот храм Построился У них появилась Возможность Молиться К таинствам Приступать И очень многие Крестились В этом храме Как Князь Владимир Крестил Русь Так В этом храме Жители Заволжья Получили Возможность Креститься Многие В этом вспоминают С теплом Вот Что они здесь Крестились И именно Поэтому Их сюда Тянет На территории Владимирского Храма Есть еще Одна церковь Во имя Святой Равноапостольной Княгини Ольги По сути Это храмовый Комплекс Который Активно Живет И развивается Здесь Работает Воскресная Школа И библиотека А также Столярная Швейная Реставрационная И другие Мастерские Немало Труда И заботы Уделяют Достаточно Большой Территории Храмового Комплекса Именно Поэтому Здесь Так Спокойно И уютно Храмы Утопают В зелени А ухоженные Цветники Радуют Своей красотой Наталья Шуплицова Симбирская Метрополия Здравствуйте К нам Пришел Следующий вопрос Что такое Проскомидия Как и когда Она совершается Каково Ее значение Проскомидия Это часть Ежедневного Литургического Богослужения Совершается Она перед Началом Божественной Литургии Совершается Она Священником В алтаре В сослужении Диакона Совершается Она Следующим Образом Это из Нескольких Просфор Больших Богослужебных Вынимается Частица Которая Знаменует Собой Агнец Божий Потом Она Дрезается Соответствующим Образом Также Вынимаются Частицы За живых За усопших Вынимаются Частица За Пресвятую Богородицу Вынимаются За девять Чинов Разных Святых И это Все совершается До начала Божественной Литургии Все эти Частицы Включая Святой Агнец Помещаются На Святом Дискосе И во Время Великого Входа Который Совершается Во время Божественной Литургии Они С благоговением Переносятся Через Солью На Престол Где Уже Совершается Пресуществление Святых Даров В тело И кровь Христову Каково Ее Значение Значение Проскомидия Это Воспоминание Рождения Жертву И погребения Господа Нашего Иисуса Христа Пелены Которыми Покрывается Святой Дискос Знаменует Собой Пелены Как Плащаницу Которая Покрывалась Тело Господа Иисуса Христа Также Ознаменуют Они И пелены Которыми Пресвятая Дева Повивала Тело Младенца Иисуса Христа Когда Он Был Еще В Яслях В Купеле Вот Таково Значение Святой Божественной Проскомидии Среди Среди Восьми Симбирских Святых Есть Одна Женщина Зовут Ее Иннокене Екатерина Вот Она Справа Она Была Прославлена В чине Преподобно Мученицы Как и Многие Другие Русские Мученики Она Претерпела Мучения За свою Веру И Была Казнена Случилось Это В 1938 Году В Году Лихом И Кровавом А как Это Случилось Мы Расскажем В этом Фильме 7 декабря 1937 года Жители Ульяновска Потрясены страшной вестью В городе началась волна Повальных арестов Первым в городе Арестован обновленческий Архиепископ Иоанн Никольский Архиерей местной епархии Он проживал здесь В доме номер 3 По Хлебному переулку Казалось бы Странно Отец Иоанн Передовой священнослужитель Добровольно Перешедший к обновленцам Еще 15 лет назад Но НКВД Это не останавливает Помимо него Берут еще многих В том числе Представители Патриаршей церкви И даже простых мирян Всего за несколько дней В городе арестовано Более 60 человек Тревога нарастает Кого взяли? По какому делу? За что? Этот день до сих пор считается Одним из самых кровавых В деле борьбы с церковниками В городе Ульяновске И в этом нет ничего удивительного Потому что изучая материалы Этого дела Диву даешься Ведь обыкновенно приговоры По подобным делам Похожи между собой Вот например Дело номер П 4576 Об антисоветской группе церковников В селах Павловка И Кадышевка Павловского района По его итогам Три человека были приговорены К 10 годам лагерей Один человек к 8 годам лагерей Следствие длилось Два месяца Дело номер П 4544 Об антисоветской агитации В селе Большая Кандала По его итогам Священник села Сунгуров Расстрелян Следствие длилось 12 дней Дело номер П 4711 О контрреволюционной агитации Церковников В селе Помряскино По его итогам Двое человек Приговорены К 10 годам лагерей Один к 8 Следствие длилось 5 дней Дело номер П 4577 О контрреволюционной деятельности Священника Села Еделёво По его итогам Священник Еделькин Расстрелян Следствие длилось 4 дня А вот дело В которое попал Отец Иоанн Номер П 1621 О церковно-монархической Фашистско-повстанческой Контрреволюционной Организации В городе Ульяновске Расследовалось оно Три недели По его итогам 8 человек Получили 10 лет лагерей Расстреляны были 55 человек Помимо огромного Количества священников Их брали По всему уезду И простых мирян Тех и вовсе Могли взять Даже из-за похожих Фамилий Удивляет Что в списке Семнадцать монахинь В том числе И Екатерина Декалина И это при том Что последний В городе монастырь Уже 5 лет Как закрыт Кому теперь Могли помешать Эти мирные Беззащитные Почтенного возраста Женщины Но видимо Власти понимали Что монастырь Это не стены А люди Вот и не пожалели Монахини За годы Большого террора В Ульяновске Расстреляли Семьдесят две Монахини И это только В самые страшные 1937 И 1938 Годы 25 монахинь Были из Спасского Монастыря Некоторые Указаны здесь На памятной Стелле В судьбе Этого места Словно в зеркале Отразилась Вся судьба Городского Духовенства Симбирский Спасский Новодевичий Монастырь Появился Практически Одновременно Вместе с городом Симбирский Еще и 20 лет Не стоял А монастырь Уже был И развивался К началу 20 века Он занимает Огромную территорию За 300 лет Монастырь Разросся Практически В целый квартал Огороженный Улицами Карла Маркса Спасской Пебеля И пожарным Переулком Жители Вспоминают О нем С гордостью И это Неудивительно Прекрасный Пятиглавый Храм В византийском Стиле С высокой Колокольней И тремя Алтарями В ряд Позолоченные Иконостасы Сделанные В Москве И там же Написанные Иконы По последнему Слову Как сказали бы Сегодня Все эти Восхищенные Описания Относятся Относятся В первую Очередь К Иверской Церкви Располагался Она Судя По фотографиям Где-то Здесь Посещали Монастырь И довольно Известные Люди У нас Часто Любят Вспоминать Как в доме Языкова Гостил Александр Сергеевич Пушкин А между Тем И в Спаский Монастырь Он тоже Заходил Петербургские Друзья Из письма Пушкина Будучи в Симбирске Видел я Скромную Отшельницу О которой Мы с вами Говорили Перед отъездом Пишет он В Петербург Своему знакомому Князю Адоевскому Речь идет О Варваре Кравковой Дочери Помещика Которая Пожелала Стать Монахиней Отчим Князя Адоевского Тогда Помог ей Протекции Иегумения Взяла Варвару Кравкову В монастырь Позже Из-за этого Разразился Как она там Не дурна Презюмирует Пушкин В письме И кажется Дело ее Кончено Очень жаль Что Это Сооружение 17 века Конца 17 века Поскольку Тоже было Много пожаров Неоднократно Монастырь горел Также он Пострадал Во время Большого пожара 1864 года Но Тем не менее Он достаточно Споро Восстанавливался На средства Горожан Очень много Знаменитых Горожан Было похоронено На территории Спасского монастыря И В этом смысле Конечно Это вот такая Жемчужина Для нашей истории Не считая пожаров За все это время Монастырю практически Ничего не грозило За три века Он вырос настолько Что его даже Обнесли Большой белой стеной На некоторых фотографиях Ее очень хорошо видно Построили ее На средства Покойного купца Твердышева Но кто знал Что через много лет Эта стена Будет охранять От внешнего мира Совсем других людей То Что происходит Вокруг монастыря Во время революции Было бы довольно забавно Если бы не было Так трагично В октябре Советскую власть В городе Объявляют буквально Через дорогу В доме офицеров В июле Муравьевское восстание В городе Также подавлено Буквально через дорогу В здании Кадетского корпуса И наконец Когда в сентябре Белые уходят из города Красные располагаются Тоже через дорогу На Косогоре А стреляют оттуда так Что люди до сих пор Находят там Стрелянные гильзы Все это время Монахини живут Отрешенно Стараясь Никуда не вмешиваться Когда красные Заняли город Для них тут было сшито 3000 пар белья Монахини пытаются Примириться С новой властью Хотя в народе Давно уже известно Как большевики Относятся к церкви Поэтому сестры Монастыря Идут на хитрость Под его эгидой Открывается Трудовая артель Номер 321 Тут сестры И трудятся Продолжая шить одежду И как с ними быть? С одной стороны Враги Церковники С другой стороны Работают же Почти трудовая коммуна Однако После гражданской войны События развиваются Стремительно Сначала К монахиням Подселяют Работников Патронного завода А затем Монастырь И вовсе Превращается В концлагерь Причем Содержится там В том числе И духовенство Один из заключенных Там священников Позже вспоминал В великие Великие дни Страсти Христовых Я был На принудительных Работах Чистил Грязные Паровозы Облепленные Мазутом Рыл Канавы И поднимал Тяжелые Камни Для памятника Карла Марксу Пасху я встретил Вне храма Видел Крестный ход Слышал Начало Утреннее А затем Очутился В запертом Здании И у Открытого Окна Воспринимал Поэзию Пасхальной Ночи В еле Долетающих В звоне колоколов В возглашении Петела И в умной Молитве К победоносно Воскресшему Страдальцу Христу Однако В 1920 Году Всех заключенных Из концлагеря Уводят И монахини В перемешку С рабочими Возвращаются Назад Но уже В марте Губернский Исполком Приказывает им Уйти из монастыря На этот раз Навсегда Поначалу Сестры пытаются Договориться С губысполкомом В конце концов Они же приносят Пользу Возмущаются Сестры Однако Председатель Губысполкома Раз за разом Разворачивает Все обращения Сестер И тогда Они в последней Надежде Пишут наверх Москву Своему знаменитому Земляку Как-то мне Попалось в руки Письмо Которое Монахини Написали В 18 Году Ленину Как своему Земляку В надежде Что он Сможет Защитить Которое 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 Бушевал По домам Престарелых Всех Трудоспособных Предлагает Поставить На учет Монастырь Фактически Должен быть Оставлен К указанному Сроку Гимов На уход Из монастыря Сестрам Дается Ровно Три дня Продолжение следует...